Юра, ты же из Уфы? Да, из республики Башкортостан, город Фуар. Как там сейчас? У тебя мама там? Да, у меня мама переболела, болела месяц, тоже лежали они дома, то есть никаких больниц, естественно, потому что там опасно, мне кажется, сейчас находиться. Да, они звонили, они вызывали врачей? Да, врач, я думаю, был два раза, но второй раз, когда приходил врач, сказала она маме, 50 на 50, все зависит от вашего настроя, но это как бы для меня какой-то... То есть вы лечите или умрете? Ну, грубо говоря, но мне кажется, врач такое не должен даже говорить. А как сейчас мама? Сейчас лучше, они перестали пить антибиотики, и через 4 дня отрицательный коронавирус, это тоже большой вопрос, каким методом вообще лечат. Ты говоришь, они, то есть она не одна болела, да? Да, она с моим отчимом болела вместе, дома лежали, но очень долго держался сам коронавирус, поэтому пришло потом тоже 35 поражений легких процентов, и тоже очень странно, непонятно ли, лечат ли эти лекарства, которые прописывает врач. А ты знаешь, что Маруфей умер? Ну, слышала, да. Тоже корона? Да. Очень жаль. Ковид в России больше, чем ковид. История про ковид – это на самом деле про права человека, про право на медицину, на лечение, про право быть защищенным от ковида, про право на достойную смерть и про право на информацию. Мы должны, мы можем знать о том, что на самом деле происходит в России с ковидом. И сейчас с нами на связи Башкирия, корреспондент издания про Уфу Марина Каримова. Она плотно занимается темой ковида. Марин, добрый день. Добрый день. Марина, вы много пишете об этой теме, и вы написали большую статью о очень печальном событии гибели мэра Уфы от ковида. И как я понимаю, что и вам, и вашему изданию пришлось из-за этой информации, которую вы дали одними из первых, пережить много неприятных моментов. Мы написали статью, ссылаясь на несколько источников. Соответственно, есть у нас источник близкий к родственникам, сам родственник. И есть у нас источники в мэрии и в Минздраве, соответственно. Мы знали о том, что он лежит в ведомственной больнице с диагнозом коронавирус, с очень большим поражением легких. Мы написали об этом, однако мы получили в ответ, как бы сказать, в государственных СМИ, и начало появляться, появились, соответственно, новости о том, что то, что мы написали, является фактически фейком. Я так понимаю, что ваше издание уже было оштрафовано по поводу фейков о коронавирусе, которые оказались не фейками. Ну, по сути, это не было фейком, потому что мэрия подтвердила нам эту информацию, мы написали об этом. Однако на следующий день нам сказали, что это недостоверная информация. Мы написали опровержение, предыдущая новость была удалена, но этого было достаточно, чтобы возбудить на нас административный штраф новый по фейкам о коронавирусе. Ну, мэр Уфы умер в институте имени Слифосовского в Москве и умер от коронавируса. Собственно, как вы и писали, он действительно болел коронавирусом. Скажите, Марин, почему мэр был в итоге спецбортом вывезен в Москву? Какова ситуация в больницах Уфы? Ну, дело в том, что вывезен он был по тому, что у нас в Башкирии фактически не используется ЭКМА. Ну, экстракорпоральная, там, оксигенацийный аппарат, он есть в Москве, в крупных городах. У нас он, в принципе, есть в кардиоцентре, но я думаю, они не смогли его использовать для коронавирусных. Поэтому спасти его можно было раньше, если бы подключили его вовремя к этому аппарату. То есть ему уже не нужен был ИВЛ, ему нужен был ЭКМА. Поэтому его увезли, правда, поздно, использовали спецборд. Спецборд стоил там около больше трех миллионов, не знаем, кто заплатил за это. Марин, пока мы готовились к встрече с вами, мы разговаривали еще и с уфимскими блогерами, которые рассказывали нам о ситуации в больницах и о врачах, которые позволяют себе говорить правду и тогда их увольняют. Вы что-то слышали об этом? Да, конечно. Вот недавно у нас уволили, заставили уволиться заведующую отделением ревматологии в главной больнице РКБ Куватова. Это у нас Римма Камалова, многие ее знают. С апреля месяца, когда РКБ Куватова тоже прославилась на всю страну, у нас была вспышка, больницу закрыли 1200 человек. Я Камала Римма Галимовна, я заведующая ревматологическим отделением к БУС РКБ имени ГГ Куватова. Меняется ситуация просто каждый час. Сейчас все очень активно работают, очень активно. Но просто остается очень много вопросов, в том числе и к администрации, на которые они или не в состоянии ответить, или не хотят ответить. Волнует судьба наших пациентов. Больному плохо, она задыхается вот всю ночь, доктор тоже с ней бегал. А что мы можем взять? Пульмонолог загружен. Кислорода у нас нет в палатах. Соответственно, она стала неудобным человеком. И после того, даже когда сменился главный врач, после этого она продолжала говорить о том, что есть нарушение эпидемиологического режима. Однако предпочитали неслушать. Также, например, очередь из 100 человек ежедневно, они все смешиваются, эти потоки, сидят в одном месте и на КТ, и приехавшие из районов, они заражаются. То есть через пять дней у них практически многих обнаруживают вирус. А пять дней – это как раз-таки у нас такой средний инфляционный период. Марина, а какова вообще ситуация, просто по вашим ощущениям журналистским, в Башкирии? Очень многие говорят о том, что Башкирия – крайне неблагополучный регион именно по сокрытию информации о коронавирусе. Так и есть. У нас практически уральская Чечня по сокрытию вообще разных статистических данных. Ну и, естественно, ковид. Где-то около 4600 – это у нас излишняя смертность. Вероятно, это все и есть ковид. А так как мы боимся писать слово «умер от коронавируса», так как мы можем получить тут же штраф за фейк или что, у нас просто связаны руки. Руки связаны, но вы продолжаете писать. Вы ходите в больницу, вы пишете информацию. Конечно, мы пишем, мы используем различные спецобороты, чтобы уйти от прямых высказываний. Какие еще? Мы проверяем информацию там от нескольких источников, никогда такого не было, чтобы у тебя не было как бы своих еще дополнительных аргументов, которые ты будешь использовать в суде. За каждое слово мы должны иметь как минимум два аргумента. Естественно, работать очень сложно, но деваться некуда, приходится. – А вы сами не болели? – Ну, я переболела, да. Я не обращалась к врачам, если честно. Потому что у нас очереди. У нас очереди, у нас трудно открыть больничный, трудно закрыть больничный, трудно дозвониться до поликлиники, можно часами висеть на телефоне. – Спасибо, Марина. Удачи вам и удачи изданию про УФУ. – Спасибо. Удачи. – Спасибо. Фонтанка – не только река, но и мое любимое питерское издание, которое очень много пишет про пандемию. Мы на связи с Венерой Галеевой, Фонтанка. Здравствуйте, Венера. – Здравствуйте. – Стало известно, что, возможно, в Питере будет введен локдаун. Губернатор Беглов заявил, что кажется, не все хорошо в городе. – Ну, кажется, это мягко говоря, последний месяц, наверное, а может быть даже дольше, мы не перестаем делать новости из серии «В Петербурге побит очередной рекорд по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом или по количеству официально признанных летальных исходов». Я, в принципе, уже ничему не удивляюсь. И это закономерный результат, возможно, не самой последовательной политики в плане введения ограничений, начиная с апреля месяца в Петербурге. – Вы написали очень страшную статью про крем-цех. Крем-цех – это ничего кондитерского, крем-цех – это крематорий. И вам удалось добыть книгу с записей крем-цеха, крематория. И я посмотрела, действительно, очень страшные цифры. Начинается где-то с тысячи, полутора, и вот сейчас уже больше пяти тысяч регистраций за месяц. Как я понимаю, этот крем-цех, крематорий работает только на погибших от ковида. – Да, предыстория этой публикации такова. Еще в апреле, когда официально было признано, что коронавирус пришел в Петербург и что появились первые жертвы, Роспотребнадзор начал вводить особые правила обращения и прощания с людьми, которые скончались от новой коронавирусной инфекции. И именно в тот момент было определено, что на территории городского крематория, он в Петербурге всего один, кремация тел погибших от ковида будет осуществляться в отдельно стоящем цехе. Вот это тот самый цех номер два. В городе появилась особая летальная комиссия, которая каждый случай смертельный рассматривает отдельно, изучает медицинские документы и на основе этого анализа принимает решение признавать человека официально скончавшимся от коронавируса. Или все-таки причина смерти была какая-то другая, а ковид просто сопутствующее какое-то осложнение. Поэтому мы в редакции думали, как можно хотя бы примерно понять масштабы бедствия. И по всему выходило, что единственный вариант остается, это собственно вот этот второй крем-цех, в котором по нашей гипотезе должна была быть своя статистика. И начиная с лета я стала пытаться искать выходы на людей, которые там работают, но поскольку это очень закрытая структура, там люди работают и по 20 лет, и по 30, и в принципе у них нет каких-то потребностей выходить на контакт с прессой. Это было не очень просто. Но летом, скажем так, я начала эту работу, и осенью неожиданно нашелся источник, нашелся человек, который согласился поговорить, и просто вот мне в один прекрасный день по телефону сказали, приезжай, прогуляемся по кладбищу. В первый раз мне источник назначал встречу на кладбище. И, собственно, там в результате беседы мне удалось убедить, выяснить, во-первых, что журнал во втором крем-цехе все-таки существует, со своей статистикой, и как-то убедить мне его показать. Венера, как вы думаете, а почему власти скрывают точное число заразившихся и погибших? Ну, здесь причин может быть, наверное, три. Самая простая психотерапевтическая причина – это не сеять панику среди населения. Вторая причина для того, чтобы как-то корректировать, скажем, эти цифры, контролировать эти данные – это причина, наверное, политическая, потому что мы понимаем, что когда закончится эпидемия, эффективность глав регионов и эффективность руководителей на уровне городов будет оцениваться в том числе в зависимости от того, как они преодолели вот это испытание коронавируса. И еще один момент, да, вот если говорить про статистику, почему, может быть, кому-то показалось логичным, да, вот как-то так ее контролировать, скажем так, да, не будем какие-то более резкие слова употреблять. Коронавирус – это очень серьезное испытание для системы здравоохранения. И справедливости ради, я сразу говорю, что, например, в России, в Петербурге в частности, эта система выдержала удар значительно лучше, чем, может быть, в тех же США. Но нет предела совершенству, да, и когда твои близкие болеют, или когда, тем более, приходится терять кого-то из-за этой болезни, люди не склонны сравнивать с тем, что вот у них, да, им хочется, чтобы у нас было нормально. И, соответственно, если говорить, вот, что у нас все очень-очень плохо, и вот такая вот статистика по заражениям и по смертям, это вызовет дополнительное напряжение, недовольство. Ну, просто вот социальное напряжение – это то, чего не любят власти во всем мире. Мне бы, например, вот совершенно не хотелось оказаться сейчас на месте чиновников или вице-губернаторов, которым надо принимать эти решения. Вот безработица в Петербурге, я сейчас точные цифры вам не назову, но это абсолютный максимум за последние годы. Это если говорить еще о серой зоне, да, о людях, которые были вынуждены покинуть город, да, вот разнорабочие, которые к нам приезжали из стран СНГ, там, из регионов, если вот их всех посчитать, то, в принципе, там только ужаснуться остается. Как вы сами стали чувствовать и жить, потому что, ну, вы знаете больше других о реальной ситуации в городе. Вы стали больше бояться, вы стали больше хранить семью, вы не снимаете маску, я не знаю, там, нигде. И что происходит с вами, человеком, который хорошо информирован, который нашел, в общем, доказательства того, что масштабы эпидемии сильно преуменьшены? Ну, я, когда все начиналось, я думала, что вот я такая молодец, я с этим всем справлюсь, как раз потому, что я лучше информирована, я понимаю масштабы угрозы, я знаю, что нужно делать. То есть теоретическая база была, да, такая хорошая. Я сразу начала родных своих просто дрессировать, чтобы маску надевали, там, с носика не спускали, даже когда очень хочется. Но этот марафон оказался слишком долгим. И когда я говорю, что есть люди, для которых это психологически слишком большая нагрузка, я это на себе испытала. Потому что где-то летом у меня, вот в середине лета, у меня уже чуть ли не панические атаки начались на почве коронавируса, когда ты понимаешь, что с одной стороны можно переболеть и отделаться легкой формой, с другой стороны, ты знаешь, что ни один медик тебе наперед не скажет, как именно будешь переносить конкретно ты и конкретно твои родители эту инфекцию. То есть вот эта вот неопределенность и ожидание своей участи, они очень здорово выносят мозг. Я как-то стала внимательнее относиться вот к этим своим нервным проявлениям. То есть если я чувствую, что я там как-то вибрировать начинаю, я так стараюсь себя успокаивать и как-то возвращать себя в рамки, потому что иначе это невозможно. Невозможно так долго бояться. Будете делать прививку? Очень хороший вопрос. Я пыталась вписаться в исследование вакцины китайской от коронавируса, но меня отсели на этапе анализов. У меня гипотеза такая, что просто они не хотели дальше пускать человека, который опять строчит, что это про них будет. Ну, мне так сказали, что у вас не очень хорошая кровь, поэтому идите погуляйте, вы нам не подходите для исследования. Я склоняюсь к тому, что, вот маленький дисклеймер, каждый должен принимать решения для себя. Я, зная свой организм и какие-то свои нюансы, думаю, что прививку я выдержу. Если это достаточно безопасность, достаточно доказанная, то это я переживу. И я бы сделала прививку, когда появится такая возможность. Венера, опять же вопрос, как к человеку с повышенным уровнем информированности. Как будет Новый год справлять? Честно вам скажу, я бы очень хотела его встретить на работе, причем не на своей работе, сделать репортаж о том, как это происходит в красной зоне. Потому что понятно же, что есть люди, у которых этого праздника не будет, которые будут в эту ночь работать точно так же, как и в любую другую. И если рассказать об этом, возможно, для кого-то из наших читателей это будет поводом задуматься и перейти из лагеря ковид-диссидентов, ну хотя бы в умеренные. Но семья, конечно, мне уже сказала, что они против. Вот пока у нас стадия... Мы на первой стадии принятия неизбежного, да, это торг. Спасибо, Венер, берегите себя. Спасибо большое. Всего доброго. Пандемия в России. Что мы знаем об этом? Кому верить? Журналисты в последние полгода практически живут в больницах. Елена Костюченко, новая газета, ведет репортаж из московских больниц. Читать это страшно, но нужно. Как написано над главной статьей, прочитав это, вы наденете маску. Достают тромбы, длинные, похожие на серых и дождевых червей. Вот такая у нас рыбалка, говорит медсестра. Тромбы складывают в баночку, их будут исследовать. Девушка в маске, рядом написано, но пасаран. Модели костюмов здесь называют уханька, инквизитор. Инквизитор нетрадиционный, а дуванчик. Жить есть для кого? Да. Тогда операция. Сегодня вас подготовят. Здравствуй, Лена. Здравствуй. У тебя какой был костюм? Инквизитор? Или инквизитор нетрадиционный? Или уханька? У меня была уханька или китаец. Что это? Какие отличия? Зачем разные костюмы? Ну, разные костюмы, как я понимаю, так как пандемия новая, все сейчас ищут какой-то баланс между комфортом и защитой, защитной функцией. Например, уханька или китаец, или тайвик, они практически не дышат. То есть у них одновременно жарко и тяжело находиться долго. Плюс они одноразовые, довольно дорогие. Мы покупали свои костюмы сами, и мы за каждое платили где-то 3000 рублей. Одноразовые? Да. А в чем ходят врачи и медсестры? Ну, в разных больницах по-разному. То есть все те модели, которые я перечислила, они существуют. Существует еще... Ну, вот одуванчик, я слышала, как называют его паутинкой. Это самая такая незащищаемая, неэффективная модель костюма. Ей, например, была до недавнего времени, я не знаю, как сейчас, но ей была обеспечена скорая помощь Московской области. Появились модели костюмов, которые многоразовые, то есть которые можно постирать и снова с ними их одевать. Это история про тромбы, как дождевые черви. Ампутация конечности и ковид, как это связано? Ну, это связано напрямую, к сожалению. Дело в том, что ковид повышает тромбообразование существенно. И когда тромб попадает в голову, это инсульт, когда в сердце это инфаркт, когда он попадает в легкие, это легочная болезнь, соответственно. А если он попадает в конечности, то его можно достать сосудистыми операциями. Но если это не получилось или если время упущено, то конечности приходится ампутировать. И вот в 15-й больнице, где мы работали в последний раз, там такие ампутации идут каждый день. Что самое страшное из того, что ты узнала, можно сказать о ковиде? Меня пугает, сколько людей до сих пор на восьмой месяц пандемии отрицают существование вируса и отказываются защищать себя и защищать людей вокруг какими-то простыми мерами, вроде масок, перчаток, социальной дистанции. Это действительно страшно. Потому что мы все сейчас оказались в такой ситуации, когда мы можем спасти друг друга, как бы заботясь по себе. И выяснилось, что для многих это прямо непреодолимое ограничение их свободы. И второе, насколько за эти восемь месяцев устали врачи. И усталость врачей, к сожалению, приводит к тому, что они становятся менее нацелеными на борьбу. И, как сказать, очень много смертей, которые они наблюдают. И очень мало возможностей. И, конечно, это очень тяжело. И то профессиональное выгорание, с которым сейчас сталкиваются наши медики, оно беспрецедентно. А врачи знают, с чем именно они борются? Потому что очень много... Мы сами передаем друг другу разнообразные как бы факты, ну, не знаю, связанные с тем, что если ты куришь, у тебя уже отсутствуют эти окончания, к кому привязывается ковид. Если у тебя первая группа крови, ты не в группе риска. Если у тебя гепатит, то тоже меньше риска и так далее. Врачи вообще знают, что это? Или они борются уже с тем, что они видят? С тромбами, с легкими, с уже пораженными вещами? Ну, конечно, все стараются следить. Другое дело, что если врач работает в полноценной смене, как реаниматолог, например, у него вряд ли будет время читать научную литературу. Каждый день выходит новая статья. Вирус действительно неизученный, и его изучают прямо сейчас. Ты будешь делать прививку? Да, обязательно. Какую? Какую получится. Сейчас пандемия. Я думаю, сейчас у нас нет особо времени и ресурсов выбирать. Этим хочу колоться, этим не хочу колоться. Сейчас прививают врачей и учителей. Я знаю, что существуют какие-то возможности обойти очередь и уколоться, но я этого делать не хочу. Как только откроется общая вакцинация, я привьюсь тем, что будет в наличии. Много ли врачей болеют? Да, очень много. И, конечно, многие болеют, а многие умирают. Существует вот этот неофициальный список памяти. В последний раз, когда я туда заглядывала, там было 800 фамилий, но, конечно, на цифре гораздо больше. Лена, что такое список памяти? Это страничка в интернете, которая ведется обычными людьми, медиками, которые собирают данные о погибших врачах и медперсонале, медиках во время эпидемии, которые погибли от вируса. Ты 8 месяцев, почти уже 9 на передовой. Я так понимаю, что протокол лечения довольно сильно изменился за это время? Да, да, да. То есть вот сейчас, по-моему, то ли 7-й, то ли 8-й протокол лечения департамент здравоохранения разослал по московским больницам. А ситуация, то, что ты видишь в больницах, она ухудшается, улучшается? Больше больных, меньше больных? Они тяжелее? Вирус мутирует? Что-то какие-то новые появляются? Осложнения? Или что происходит? Как начался шторм? И какая сейчас у него больность? Ну, мы близки к 9 баллам, потому что заканчиваются места в больницах потихонечку. На самом деле я не понимаю, почему не вводится локдаун. Ну, то есть я правда этого не понимаю. Карантин показал себя единственной по-настоящему эффективной мерой борьбы с распространением вируса. Я понимаю, что это чудовищно сказывается на экономике и сказывается, уже сказалось. Но мы как бы на таком пороге экзистенциального выбора, когда выбора не существует на самом деле. Нам нужно друг друга спасать. Если бы бог, космос, Путин, Трамп, кто угодно, сказал бы тебе, Лена Костюченко, окей, ты за 9 месяцев тут на передовой, уже много чего понимаешь, вот давай вот ты вводи с завтрашнего дня меры, какие ты считаешь нужными, что бы ты ввела. В Россию? Да. Карантин. Обязательное ношение масок. Полный карантин, без выхода из дома? Нет, конечно, с выходами из дома, но по каким-то совсем необходимым вещам. Но мне кажется, что на самом деле какой-то жесткий карантин, там, не знаю, вот как в Ухане был, по-моему, 71 день был совсем жесткий карантин, да, и это ему удалось как бы полностью пресечь эпидемию. Я понимаю, что сложно ссылаться на китайский опыт, мы не знаем, насколько релевантные данные представляет их страна, но вот я не знаю, у меня сейчас друзья живут в Японии, у них нету эпидемии как таковой в данный момент, потому что как бы общественная ответственность, ответственность людей, культура, ответственность перед друг другом так высока, что действительно все носят маски и это очень сильно замедляет распространение вируса. Как бы сейчас все это, как я вижу, отпущено на самотек. Ну вот я сейчас живу в Москве и я вижу торговые центры, в котором ходит, там, не знаю, огромное количество безмасочных людей. Вы против масочного режима? А по какой причине? Скажите, пожалуйста. Я не хочу носить эту маску, это мое... А меня доставляют принудительно, я торгую здесь, а меня доставляют принудительно, если я ее не одену, мне дадут в травму. Я приобрела покупки. Легко и просто. Автоматические кассы. Посмотрите, посмотрите, какие у нас двойные стандарты, да? Девушка, ура! То есть проходить через автоматические кассы, пожалуйста, без маски, без перчаток. Однако на кассах, на реальных кассах требуют одеть маски. То есть это же история не про наше с вами здоровье, да? Это просто про соблюдение какого-то режима, который нам навязали и требуют, чтобы мы ему покорились. А я скажу так, если, допустим, сейчас, допустим, мне влепили пулю в лоб, все равно спишут на ковид. Я понимаю, что все очень устали, но нужно понимать, что ресурсы медицины, ресурсы врачей, особенно после оптимизации, да, которые там очень сильно эти ресурсы урезало, они не безграничны. Потому что сейчас уже медики говорят, что если весной они верили, что там ковид можно закидать шапками, и условно говоря, там за полгода все закончится, сейчас уже все говорят, как о более реалистичном сроке, там примерно два года. Как бы люди сейчас действительно работают, ну, я не могу сказать, что на последнем издыхании, но это предпоследнее издыхание. Поэтому этих людей, как бы нужно беречь, мы не найдем других врачей. Многие рассказывают, что ковид сопровождается, ну, какой-то совершенно необыкновенной депрессией, хотя, не знаю, у нас тут у всех депрессия без ковида. Как это? Ты заметила, что депрессия и ковид ходят вместе? Вообще депрессия больше стала в России? Ну, мне опять же сложно сказать здесь страну, страна большая, но действительно, вот люди, которые переболели ковидом, там из моего окружения, из тех свидетельств, которые я видела, отмечают, что это так, то есть вот эта вот ковидная и постковидная депрессия, это реальность. На самом деле, влияние этого вируса на нервную систему, оно как бы слабо пока изучено. Я читала аннотацию к научной сети, которая не так давно вышла, где говорится, например, о том, что люди, которые переживали делириум, то есть вот это вот расстройство сознания во время цитокинового шторма ковидного, это люди, с которым как бы с большей вероятностью врачи прогнозируют развитие, не знаю, например, старческого слабоумия. То есть мы очень мало знаем про эту болезнь на самом деле. Все как бы последствия, с которыми столкнутся переболевшие, мы узнаем годы спустя. Поэтому важно беречься. Это не простуда, это не грипп, это не какая-то рядовая инфекция, которая иногда вызывает какие-то неприятные осложнения. Это совершенно новое явление, с которым столкнулось человечество. И наша задача сейчас прекратить пандемию. Прекратить пандемию, и чтобы как можно меньше людей столкнулись, переболели, и потом как бы жили с последствием. Елена Костюченко за цикл своих репортажей из «Красных зон» была номинирована на серьезные журналистские премии. И я, Елена, желаю тебе их получить. Спасибо. Спасибо. Спасибо.